Здравствуйте, это программа Актуальное интервью в студии Зайра Байчорова. Разговариваем о главном. Дефицит врачей и среднего медперсонала в медицинских учреждениях будет практически ликвидирован, в том числе благодаря реализации подпрограммы кадровое обеспечение системы здравоохранения. Эти должности будут укомплектованы на 95%. К концу 2024 года в России станет почти на 10% больше врачей. Какими путями планируется достигнуть такого результата в Ставропольском крае? Сегодня у нас в студии первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов. Юрий Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Я предлагаю начать с мероприятий в рамках подпрограммы кадровое обеспечение системы здравоохранения. И первое мероприятие – это предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, которые проживают в сельской местности у нас на Ставрополье. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, вы правы абсолютно, что в рамках национального проекта здравоохранения в Ставропольском крае разработан и реализуется региональный проект по обеспечению кадрами медицинских учреждений Ставропольского края. И одним из существенных результатов, который предполагается достигнуть в результате реализации проекта, является укомплектованность медицинских организаций первичного звена 95% врачами и средним медицинским персоналом. Одним из существенных мероприятий является меры социальной поддержки. Сразу оговорю, что эта программа реализуется в рамках 42-го краевого закона Иране. А здесь она получает свое расширение, свою более, так скажем, целевую направленность. Меры соцподдержки на сегодня в Ставропольском крае получают медицинские работники, работающие в сельской местности, и члены их семей несовершеннолетние дети. Всего сегодня получателями подобных мер социальной поддержки являются более 11 тысяч человек. И общая сумма, выделенная из краевого бюджета на меры социальной поддержки, в год составляет более 107 миллионов рублей. Наряду с этими выплатами, конечно, может быть, имело бы смысл сразу сказать и о единовременных компенсационных выплатах, получаемых в рамках реализации программы «Земский доктор», а ныне она еще и звучит более широко, «Земский фельдшер». Так, а сколько программа существует, давайте напомним. Ну, она начала существовать с 2012 года, начала свою работу. Тогда это были только врачи, переехавшие для работы в сельскую местность. С 2018 года этот список был дополнен фельдшерами. И сегодня мы можем говорить о программе «Земский доктор», «Земский фельдшер». В рамках этой программы с прошлого года увеличилась и сумма выплат, если изначально врачу выплачивался миллион и фельдшеру 500 тысяч за переезд на работу в сельскую местность. Сегодня эти выплаты увеличились, стали дифференцированными. Сегодня, если врач переезжает в труднодоступную сельскую территорию, он получает полтора миллиона рублей, а фельдшер 750 тысяч. В нетруднодоступной территории выплата осталась такой же. То есть это миллион рублей врачу и 500 тысяч фельдшеру. В прошлом году у нас эти выплаты получили 56 врачей и 10 фельдшеров. В 2021 году у нас заложены средства, и мы уверены, что нам удастся реализовать намеченное. Мы планируем привлечь 77 врачей и 16 средних медицинских работников для работы в сельские подразделения наших медицинских учреждений. Но сразу здесь оговорюсь, что обязательно та должность, по которой медицинский работник получает выплату, она должна быть включена в реестр должностей, который у нас утверждается и который согласовывается с нашим федеральным министерством здравоохранения. И, конечно, человек должен соответствовать тем критериям, которые обозначены в регламентирующих нормативно-правовых актах. То есть это должен быть обязательно переезд в сельскую местность. А вот вопрос такой у меня возник. Почему такая разница в выплатах врачам и фельдшерам? Ведь они при одинаковых условиях вынуждены там покинуть, ну, по своему, конечно, желанию, свою родину, поселиться и так далее, и так далее. Ну, здесь я думаю, что главенствующим является степень подготовки, потому что все-таки врач – это сегодня специалист, который готовится уже не 6 лет, как это было ранее, а зачастую от 8 до 10 лет. Потому что сегодня, скажем так, из направлений подготовки исключено такое направление, как интернатура. То есть сегодня доктор для того, чтобы после завершения высшего медицинского учебного заведения получил узкую специальность, он должен обучиться в клинической ординатуре, обучение в которой составляет от 2 до 5 лет. Да, конечно, доктор может после завершения обучения в медуниверситете, получив диплом и пройдя аккредитацию, пойти работать как участковый терапевт, участковый педиатр, но многие хотят все-таки получить какую-то узкую специальность и идут по этому пути. Ну, Коль, уж мы заговорили о такой сложной и актуальной теме, как кадровое обеспечение здравоохранения, вопрос такой. На сегодняшний день в Ставропольском крае достаточно высококвалифицированных медицинских кадров? Знаете, мы можем сказать, что, наверное, никогда не будет достаточно, всегда будет хотеться, чтобы у нас было больше высококлассных специалистов. Сегодня мы можем сказать о том, что укомплектованность врачами на сегодня порядка 81%, укомплектованность средним медицинскими работниками порядка 87%. И здесь, наверное, стоит сказать о том, что последние 5 лет мы можем отметить, как годы, когда удалось увеличить количество врачей, скажем так, у нас число врачей увеличилось на 417 человек за прошедшие 5 лет. Во многом этому способствовала политика правительства Ставропольского края, убежден в этом, потому что и руководитель региона, наш губернатор Владимир Владимирович настроен на то, чтобы постоянно уделять внимание подготовке медицинских работников. У нас увеличился объем целевиков, количество целевиков, которые готовит медицинский университет Ставропольский. Запущена программа целевой подготовки по среднему медицинскому персоналу. И, наверное, все это вместе в губернаторе позволяет нам наращивать и увеличивать количество медицинских работников, врачей, фельдшеров, медицинских работников средних. Но нам есть еще к чему стремиться, потому что мы с вами изначально говорили о том, что нам нужно достигнуть цифры 95% укомплектового. Но уже осталось совсем немного, да? Ну да. 81% это достаточно. Ну вот как раз то, о чем вы говорили, обучение медицинских работников, как раз в рамках этой программы есть мероприятие, называется оно «Обеспечение подготовки кадров высшей квалификации в интернаторе, ординаторе по программам дополнительного профессионального образования». Это вот для студентов, да? Вот что делается в рамках? Ну, это не только для студентов. В принципе, программа ординатуры – это подготовка уже выпускников медицинского университета, обучение узкой специальности врачебной. И в этом направлении у нас тоже функционирует и целевой набор. В прошлом году у нас было заключено более 150 целевых договоров на подготовку в клинической ординатуре для врачей. Сразу здесь позвольте озвучить цифру и количество договоров по специалитету. Это наши выпускники школ, которые выбирают для себя профессию врача. У нас было заключено 489 целевых договоров. В целом, после проведения процедуры поступления, зачисления в медицинский университет, на сегодня по 2020 году количество целевых договоров составило 350. Вот маленькое уточнение. Те, которые обучаются по целевым договорам, они должны отработать в определенном месте. Да, да. Договор двусторонний. Он заключается между медицинским учреждением и… Трехсторонний, извините. Между медицинским учреждением, доктором или студентом потенциальным и медицинским университетом. И, конечно, он подразумевает ответственность всех сторон за выполнение условий договора и подразумевает определенный результат для всех участников договора. Для студента или клинического ординатора – это получение диплома врача или врача-специалиста. Для медицинского учреждения, что для нас очень важно, это получение необходимого для качественной работы учреждения доктора-специалиста. И, соответственно, здесь, конечно, для студента есть еще один момент или доктора. Он гарантированно будет трудоустроен после получения диплома в то учреждение, с которым у него заключен целевой договор. То есть это тоже, на мой взгляд, очень важно. Каким образом распределяются студенты, будущие врачи? С какими учреждениями они заключают? Они сами имеют право заключить в любом учреждении? Конечно, да. Здесь, в принципе, наши учреждения, они размещают информацию о вакансиях. Эта информация есть и на сайте медицинских организаций, и на сайте Министерства здравоохранения. И, соответственно, исходя из потребностей и того, к чему, допустим, лежит душа. У доктора, у выпускника медицинского университета он может определиться с тем местом, где он сможет заключить целевой договор, где он сможет дальше продолжить свою трудовую деятельность. Вот, поэтому тут опираемся на потребность учреждения. И дальше взаимодействует с потенциальным работодателем своим, проговаривая условия заключения договора, потому что наши медицинские организации предоставляют также дополнительно меры соцподдержки уже в рамках этого договора, то есть в зависимости от своих возможностей, от востребованности той специальности, по которой проходит подготовка. Говоря о заключении целевых договоров, возникает такая проблема, что большинство студентов все-таки хотят остаться в городе и заключают эти договоры с городскими медицинскими учреждениями, а село опять остается без кадров. Ну, знаете, вот в этой части я не могу сказать, что вот прям вот такая большая диспропорция существует, потому что достаточно у нас выпускников в наших районах, в том числе в сельских районах, которые хотят обучаться, и в этой части мы взаимодействуем тесно с Министерством образования Ставропольского края. У нас есть совместные мероприятия, направленные на разъяснение будущим выпускникам и будущим студентам того, как они смогут реализовать вот эту возможность заключения целевого договора. Активно мы взаимодействуем с медицинским университетом, на базе университета проводятся дни открытых дверей, то есть вот это тоже позволяет будущему студенту увидеть, как проходит процесс обучения, может быть, где-то погрузиться в профессию врача, встретиться с уже состоявшимися докторами. Поэтому это вот такой процесс постоянный, он непрерывный. И вот, опять же, вернусь к той цифре количества врачей, которые за пять лет пришли к нам, это вот результат постоянно проводимой вот этой работы. Ну, все-таки Ставропольский край – это у нас аграрный регион. И как вы боретесь с дефицитом медицинских работников в сельских территориях? Есть какие-то программы, помимо земского доктора, которые осуществляют, могут решить эту проблему? Ну, мы с вами уже коснулись программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». Да, конечно, безусловно, это одна из таких важных моментов. Мобильные бригады, возможно, какие-то. Вот, здесь, конечно, хотелось бы сказать по поводу того, что, в принципе, во многих наших сельских территориях решаются вопросы по обеспечению жильем молодых специалистов. И вот здесь хотелось бы сказать спасибо тем главам, которые обращают внимание на вот эту составляющую. Плюс ко всему, конечно, в рамках получения, в рамках осуществления выплаты заработной платы, заработная плата у медицинских работников в сельской местности имеет свои надбавки за работу в засушливых территориях, то есть, ну, определенные компенсационные выплаты. У нас на это очень ориентированы на то, чтобы заинтересовать молодых специалистов на приезд в сельскую местность, очень ориентированы руководители учреждений. И в этой части постоянная работа проводится министерством. Наш руководитель, министр здравоохранения Ставропольского края, Колесников Владимир Николаевич, очень много уделяет внимания вот этому процессу. Поэтому он очень многофакторный, на самом деле, процесс. И вот, в принципе, мы благодаря совместной деятельности, я считаю, движемся в нужном русле и реализуем ту задачу, которая нам поставлена региональным проектом и в целом национальным проектом здравоохранения. А министерство здравоохранения практикует так называемые мобильные бригады, то есть бригады специалистов, которые выезжают на село. Ну, таким образом, в общем-то... Да, конечно, в рамках практической деятельности у нас эта форма работы, она давно применима и, в принципе, только развивается. Последние три года у нас добавилась работа мобильных бригад в рамках регионального, опять же, проекта нашего «За здоровье», когда мы осуществляем выезды и смотрим жителей сельской местности. Если применительно говорить о кадровой политике, то здесь можно сказать о таких выездах, наверное, специалистов медицинского университета, специалистов кадровой службы Министерства здравоохранения в территории, где проходят встречи с будущими абитуриентами, и вот широко достаточно рассказывается и объясняется, вот то, как происходит сам процесс становления доктора, становления медицинского работника. Причем это касается не только врачей, в том числе и наши колледжи медицинские активно работают в этом направлении. У нас четыре подведомственных Министерства здравоохранения и медицинских колледжей, которые активно развиваются, активно улучшают свою материально-техническую базу. И я вам однозначно скажу, на сегодня дают очень качественную подготовку специалистов со средним медицинским образованием. Ну, помимо всех тех выплат социальных медицинским работникам, создания условий для успешной работы врачей и всех остальных, наверное, есть какие-то мероприятия, которые призваны похвалить, я не знаю, там, наградить лучших работников. Например, вот я знаю, что есть проведение конкурса «Лучший по профессии». Расскажите, пожалуйста, что это за конкурс, кого награждают, ну, в общем-то, с примерами. Да, вы правы, абсолютно, потому что, наверное, на самом деле не хлебом единым жив человек, и вот вопросы… Зрелища тоже нужны. Да, вопросы профессионального такого поддержки в рамках проведения конкурсов профессиональных, это у нас работа также постоянно проводится, она в том числе и включена в региональный проект по обеспечению медицинскими кадрами. Существует конкурс как для врачей, так и конкурс для специалистов со средним образованием, причем эти конкурсы проводятся при поддержке ассоциаций врачей, при поддержке ассоциаций медицинских сестер, Краевого профсоюза работников здравоохранения. Включают они в себя несколько этапов, и в том числе вот третий, заключительный этап этих конкурсов, это этап уже всероссийский, вот мы также участвуем и предоставляем для участия на этом этапе уже лучших наших врачей, наших фитшеров, медицинских сестер. Первые два этапа проводятся на уровне медицинской организации и Министерства здравоохранения, то есть на уровне региона. Также и в этом году, уже сейчас в разгаре именно проведения этих этапов конкурса, до 15 апреля у нас будут определены победители, лауреаты по этому направлению. Награждение победителей всегда проводится в торжественной обстановке, в июне, когда мы празднуем наш профессиональный праздник, День медицинского работника, то есть каждого доктора, медицинскую сестру, фельдшера, ставшего лауреатом конкурса, приглашают на сцену, поздравляют. Ну, то есть это вот такое торжественное, очень интересное мероприятие. Мы стараемся максимально об этом информировать. Медицинское сообщество, потому что, ну, на мой взгляд, это тоже один из элементов признания, признания важности профессии, признания успехов конкретного медицинского работника. Вообще было много очень героев, да? Да, 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 конечно, вы правы абсолютно, потому что вот, да, вот этот сложный период он показал, что среди медицинских работников на самом деле очень много людей, которые живут своей профессией и пришли не случайно в нее. Ну вот на Ставрополе сейчас, как и во многих других регионах России, вводится единый цифровой контур, то есть такая цифровая система, которая, как я, если я правильно понимаю, объединяет все медицинское сообщество, и пациентов, и врачей, всю информацию, да, об обеих сторонах. Расскажите, пожалуйста, как в целом информатизация влияет на комплектование кадрами? Да, вы правы, вот упомянули еще один крупный наш региональный проект развития цифрового контра в здравоохранении. И, наверное, вот как и в целом сам нацпроект без работы по улучшению кадровой обеспеченности, без работы, направленной на создание каких-то дополнительных условий для качества работы наших медицинских сотрудников, нельзя обойтись. Цифровой контур, вы абсолютно правы, он позволит объединить все медицинские организации в единую систему, и мы уже в этом направлении много делаем и сделали. Позволит создать уровневую систему, включающую в себя и базы данных федеральных учреждений, в том числе и образовательных учреждений, он включает в себя формирование федерального регистра медицинских работников, то есть это та система, которая позволяет в режиме реального времени понимать обеспеченность кадрами, оценить укомплектованность отдельно взятой медицинской организации, медицинскими работниками, и, соответственно, это потом влияет на формирование каких-то решений управленческих для того, чтобы где-то, может быть, помочь учреждению, где-то, может быть, обратить внимание на не совсем, может быть, сбалансированную политику. То есть, ну, как бы это один, конечно, из механизмов постоянного контроля, постоянного взаимодействия с медицинскими организациями в части их обеспеченности медицинскими работниками. Конечно, этот единый контур включает в себя и системы непрерывного образования, в том числе с использованием онлайн-технологий. Сразу оговорюсь, что вот в нашем проекте по обеспечению кадрами этому уделено тоже существенное внимание, и процент наших медицинских работников, которые участвуют в непрерывном медицинском образовании, в том числе вот с использованием современных информационных технологий, он тоже оценивает эффективность реализации проекта. Этот процент, он должен из года в год расти, то есть достигая фактически полного стопроцентного охвата медицинских работников. Потому что непрерывное образование позволяет, в принципе, медику, не отрываясь от своей постоянной работы и оставаясь в ней, параллельно еще проходить образовательные семинары, вебинары, слушать лучшие практики по направлению своей деятельности. Причем это и для среднего медицинского персонала, и для врачей. Потому что работа медика, она требует постоянной работы, постоянного обучения, постоянной работы над собой, постоянного пополнения новыми знаниями в рамках имеющихся сегодня способов лечения, технологий лечения. И, конечно, вот все это, это возможность. То есть вот цифровой контур – это дополнительная возможность для использования современных технологий. Плюс мы считаем, что это и рассчитываем на то, что реализация проекта позволит уходить постепенно от бумаги, то есть вот от тех вот рутинных, скажем, записей. Которые занимают, на самом деле, очень огромное количество времени, врач не может посвятить непосредственно своему труду. Да, вы правы абсолютно. То есть доктор должен заниматься больше процессом лечения, а не написания. То есть вот поэтому видим в этом проекте тоже вот такое большое подспорье, повторюсь, для вот и кадрового проекта, и в целом для проекта, национального проекта здравоохранения. Вот продолжая тему информатизации, цифровизации медицинской сферы. Я знаю, например, что во многих, не во многих, но в некоторых регионах России вот люди жалуются иногда, вот смотришь в интернете, жалуются на то, что появляется все новое оборудование, оснащение, техника становится все более современной, да, а кадров, которые умеют с ней пользоваться, мало. Вот у нас в Ставропольском крае как решается этот вопрос? Ну, вы знаете, вот каждая, если брать технику профессиональную, я имею в виду современное оборудование медицинское, то сегодня, в принципе, приобретение техники современной подразумевает в том числе и обучающие программы. То есть это обязательно включено в условия договора по приобретению тяжелого оборудования, по приобретению какого-либо современного оборудования. То есть, соответственно, все доктора проходят обучение, если появляется новый аппарат, и, соответственно, осваивают навыки качественного и высокопрофессиональной работы на этом оборудовании. Кроме того, вот здесь это тоже перекликается очень тесно с непрерывным образованием. То есть мы понимаем, что сегодня скорость информации, поток информационный, который в том числе включает в себя и информацию о новых технологиях, информацию о новом оборудовании и интеграцию этого оборудования в процесс оказания медицинской помощи, он очень непрерывен. И мы параллельно проходим вот эти курсы обучения, проводим курсы обучения для наших специалистов по направлениям, где появляется в том числе и новое оборудование. Здесь нужно сказать о том, что в рамках национального проекта здравоохранения у нас сегодня, наверное, четыре таких крупных медицинских проекта. Это проект по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, детское здравоохранение и развитие первичной медико-санитарной помощи. В каждом из этих проектов существенная сумма заложена на приобретение оборудования, современного оборудования. И вот в рамках этого приобретения, повторюсь, проходят образовательные программы для медицинских работников тех учреждений, куда поставляется оборудование. Юрий Витальевич, ну, к сожалению, времени осталось совсем немного. Буквально последний вопрос задам. Какой итог в целом можно подвести в сфере медицинских кадров, которые произошли в медицине 2020 года у нас в Ставропольском крае и основные шаги на 2021-2022 годы? Вы знаете, ну, во-первых, конечно, вот если говорить об итогах, хочется огромное спасибо сказать медицинским работникам за вот их работу. Вот на самом деле в нелегких условиях пандемии коронавирусной инфекции и подавляющее большинство и врачей, и фельдшеров, и средних медицинских работников, всех вообще работников отрасли здравоохранения показало свою способность противостоять вот такой экстремальной ситуации и сохранить свое лицо, сохранить качественную медицинскую помощь жителям края, потому что я считаю, что мы очень достойно противостояли пандемии ковид. Конечно, хотелось бы сказать о том, что нас становится больше. Это очень приятно, потому что, ну, это влияет на конечном итоге на уровень здоровья, уровень медицинской помощи в нашем родном Ставропольском крае. Конечно, хотелось бы отметить, что у нас достаточно большой процент молодых специалистов, и это тоже, об этом тоже нужно помнить, и мы хотим, чтобы их стало еще больше. У нас 32% врачей – это люди до 35 лет, а по среднему медицинскому персоналу – это цифра 37%. Я хотел бы сказать, что у нас достойный уровень заработной платы по итогам 2020 года составил. То есть по врачам зарплата составила более 59 тысяч, по среднему медицинскому персоналу – более 36 тысяч. То есть это серьезно, это хорошо, и зарплата продолжает расти. И вот это тоже фактор, который влияет на укомплектованность медицинских учреждений. Поэтому мы оптимистично смотрим в будущее. Мы, повторюсь, еще раз очень благодарны правительству Ставропольского края за то внимание, которое обращается на реализацию проекта. Мы признательны всем коллегам, партнерам. Это, я уже говорил, о Министерстве образования Ставропольского края, о медицинском университете, наших колледжах. То есть на самом деле у нас сегодня есть стройная система подготовки медицинских кадров и есть все для того, чтобы выполнить те задачи, которые ставит нам национальный проект. Да, и плюс еще коронавирус теперь будет, дай бог, не страшен, потому что идет вакцинирование, да? Да, вакцинация идет, и тоже большое количество. В первую очередь медицинских работников. Да, большое количество наших медиков вакцинировано, большое количество медиков участвует в обеспечении, опять же, вот этой процедуры. Ну, спасибо вам большое за интересную беседу. Рассказали очень много полезной информации. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Не переключайтесь, оставайтесь с нами и смотрите свое ТВ.